В некоторых случаях условия получения федерального и регионального материнского капитала значительно различаются. Несмотря на то, что цель утверждения программ одинаковая, власти субъектов РФ ориентируются на нужды жителей региона. Так, региональный материнский капитал в Челябинской области выплачивается исключительно малоимущим многодетным семьям. Из данной статьи вы узнаете, какова ситуация с рождаемостью в Челябинске, как оформить областной материнский капитал, каким условиям необходимо соответствовать, какие еще меры поддержки семей с детьми действуют в области, в какой форме. Будет выплачен маткапитал, кто может подать заявление и как распорядиться средствами. Дополнительные меры поддержки многодетных семей в Челябинской области. Довольно значительной мерой поддержки родителям, воспитывающим троих и более детей, является предоставление в собственность земельного надела. Порядок предоставления участка земли регламентируется законом Челябинской области от 12 мая 2011 года номер 121 ЗО. Условием получения земли является оформление ее в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи, в том числе несовершеннолетних детей. Несмотря на то, что власти не учитываются опекаемых детей, а также усыновленных родителям пасынков и падчериц, при выяснении наличия прав на местный материнский капитал, такие дети принимаются во внимание при выдаче участка земли. В каком размере выплачивается региональный материнский капитал в Челябинской области? Важно! Несмотря на то, что изначально программой областного материнского капитала в Челябинске предполагалась его ежегодная индексация, соответствующая уровню роста инфляции, увеличение выплаты не происходит. Программа маткапитала была утверждена сотрудниками администрации Челябинска в 2012 году, но фактически начала реализовываться только в 2015 году. Выплата установлена на постоянной основе, и отменять ее предоставление власти не планируют, тем более что столь незначительная сумма не слишком влияет на бюджет субъекта РФ. В настоящий момент, как и при введении областной программы в действие, размер единовременной выплаты составляет только 50 тысяч рублей. В какой форме выплачивается? Семьям, которые собираются обращаться в уполномоченные органы за получением средств в рамках областного программы материнского семейного капитала, нужно знать следующее. Деньги не выдаются заявителям в наличной форме средства. Будут перечислены либо на банковский счет родителя, в том случае, если он уже потратил собственные сбережения для реализации нужд семьи, которые могли быть оплачены деньгами маткапитала, или на расчетный счет поставщика услуги товара, который решено было оплатить маткапитала. В Челябинской области не выпускают именных сертификатов на выплату материнского капитала. Заявление подавать нужно сразу при желании распорядиться средствами. Вторичное обращение не потребуется. Подавать заявление и документы нужно только после того, как новорожденному исполнится три года, или как с момента вступления в силу решения суда об усыновлении пройдет аналогичное время. Уполномоченным на прием документов органам власти является районное управление социальной защиты населения. На каких условиях предоставляется? Претендовать на областной материнский капитал могут исключительно семьи, в которых появился третий ребенок, таковые в регионе признаются многодетными. Право на получение средств возникает сразу же после рождения, усыновления малыша. Семья утрачивает право на оформление выплаты. Если не соблюдается хотя бы одно из указанных ниже требований, заявитель мать или отец детей и их ребенок, давший право на выплату, должны иметь гражданство РФ. Семья должна иметь статус малоимущей, то есть на каждого члена семьи в месяц должна приходиться сумма в размере ниже прожиточного минимума на душу населения по области. Семья должна иметь постоянную регистрацию по месту жительства в одном из населенных пунктов Челябинской области. Семья не должна была обращаться за выплатой ранее, если только не пришлось подавать заявку заново, из-за того, что при первичном обращении по каким-то причинам выплате была отказана и ситуацию можно было изменить, например, не хватало. Какого-то документа. Кто имеет право подать заявление? На подачу заявления для получения областного материнского капитала имеют право следующие члены многодетной малообеспеченной семьи, мать детей, которая с 1 января 2012 года родила или усыновила ребенка, который оказался в семье третьим. Или по следующим, по счету, отец детей, который является единственным усыновителем третьего, четвертого и так далее. Ребенка, разрешение от суда, должно вступить в силу позднее 1 января 2012 года, отец третьего ребенка, только не отчим, усыновивший пачерицу или пасынка, получивший право на оформление средств после кончины его супруги или по иным причинам. Связанным с невозможностью оформления маткапитала женой. Сами дети. Выплата будет распределена в равных долях до 18 лет или до 23 лет при обучении по очной форме, если им был присвоен статус сирот или детей без попечения родителей. Читайте также статью «Льготы ветеранам труда в Челябинской области в 2020 году». Как можно потратить региональный материнский капитал в Челябинской области? Важно! Претендовать на выплату 50 тысяч рублей в Челябинской области семья может только после исполнения ребенку трех лет. Материнский капитал можно использовать по частям или полностью, на одно целевое направление или несколько. Разрешается оплатить обучение ребенка или проживание его в общежитии университета, возраст ребенка не более 23 лет, оплатить медицинские услуги леченого учреждения для ребенка или родителя, можно заплатить за лечебные процедуры. Реабилитацию, диагностику, пребывание в дневном обычном стационаре, проезд к месту оздоровления, за проживание родителя в городе, нахождение санатория, в котором лечится ребенок. Читайте также статью «Льготы пенсионерам Челябинской области в 2020 году». Экспертное мнение к вопросу о том, для чего был введен региональный материнский капитал в Челябинской области. Несмотря на то, что коэффициент рождаемости в Челябинской области составляет, по словам официальных статистиков, 14,3 новорожденных на 1 тысячу жителей, регион нуждается в дополнительных мерах поддержки семей с детьми. Власти Челябинской области озабочена ситуацией со смертностью субъекта РФ, население стремительно стареет, а неблагоприятная экологическая ситуация приводит к высокой смертности 13,8 умерших на 1 тысячу жителей. Рост численности населения начался только в 2012 году, а потому власти пытаются ускорить увеличение показателя путем оказания финансовой и социальной помощи многодетным семьям. Количество новорожденных в последнее время действительно пропорционально числу выданных сертификатов на материнский капитал. Читайте также статью «Пособие на ребенка в Челябинской области в 2020 году». Законодательные акты по теме Закон Челябинской области от 23 декабря 2011 года номер 251 ЗО о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области постановление правительства Челябинской области от 26 июня 2013 года номер 108 П об административном регламенте предоставление государственной услуги распоряжения средствами частью средств областного материнского семейного капитала типичные ошибки. Ошибка Семья не воспользовалась правом на получение материнского капитала в Челябинске, после чего родители детей были лишены родительских прав. Дети не стали претендовать на выплату. Комментарий Дети, признанные сиротами или детьми без родительской опеки ввиду смерти родителей или лишения их родительских прав, имеют право на оформление материнского капитала в равных долях. Ошибка Семья из Челябинской области, имеющая высокие доходы, претендует на получение областного материнского капитала. Комментарий На региональный материнский капитал в Челябинске имеет право только малоимущая семья со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума по области. Ответы на распространенные вопросы Вопрос номер один. Как доказать, что средства областного материнского капитала в Челябинской области будут потрачены по целевому назначению? Ответ. Нужно предоставить документы, список которых представлен в ПП. 16-17 часов о яй постановления правительства Челябинской области от 26 июня 2013 года номер 108-П. Как правило, речь идет о договоре с поставщиком услуг, ксерокопиях лицензий на оказание услуг, сметах, платежных документах. Вопрос номер два. В каких конкретно случаях отцу детей можно обратиться за областным материнским капиталом в Челябинской области вместо своей супруги? Ответ. Женщина должна быть лишена возможности подать заявление на выплату средств или утратить право на деньги. К первому случаю относится смерть матери детей, ее недееспособность, признание ее пропавшей без вести. Ко второму случаю относится лишение родительских прав, отмена усыновления, совершение умышленного преступления против ребенка. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока.